Набережная Средиземного моря в Нетании Пожалуй одно из самых красивых мест не только в городе, но и наверное во всем Израиле Да что уж мелочиться, на всем Восточном Средиземноморье Прекрасные тротуары, изумительные дороги и дорожные развязки Красивые высокие небоскребы и невысокие, но очень богато украшенные зеленью виллы Удобные и стильные лавочки и беседки Все эти детали складываются в изумительную мозаику нашей набережной Но в этом рассказе мы хотели бы поведать вам о самых ярких и сочных объектах нашей набережной В самой южной ее части, на отрезке которая называется Галей-Ям Есть серия удивительных скульптур, отделанных керамической мозаикой всех цветов радуги Эти скульптуры выполнены в очень необычном стиле Они словно сошли с декорацией каких-то фантастических фильмов В их очертаниях есть что-то неуловимо знакомое, но при этом назвать каждую скульптуру каким-то одним словом не получается Разыгравшаяся фантазия каждого человека видит в одной и той же композиции кита, головастика, морского змея, рыбу и другие одушевленные и неодушевленные предметы Но при этом притягательность каждой из этих скульптур такова, что неопределенность их вида не отталкивает, а напротив вызывает желание сфотографировать это необычное произведение искусства Наблюдая за этими скульптурами в разные времена года и фотографируя их то в полдень, то на закате, мы все время не переставали удивляться игрой солнечных лучей на их поверхности Кто бы ни был автором этих композиций, он наверняка рассчитывал каждый элемент, предполагая как он будет выглядеть в разные дни и в разное время К сожалению, ни одна из скульптур не имеет подписи и сопроводительной таблички с рассказом об их истории Что ж, как говорится, если гора не идет к нам, сами к ней пойдем Мы решили разобраться самостоятельно с историей возникновения этих удивительных сооружений на набережной Нитании Для начала требовалось найти информацию об их авторе, и долго искать не пришлось Как оказалось, автором композиции является всемирно известный скульптор Руслан Сергеев Он родился в Нижнем Новгороде и уже с детства проявлял интерес к скульптуре, начав творить с трех лет Окончив в 1981 году Белорусский государственный театрально-художественный институт Который теперь называется Академия искусств Он какое-то время работал в Белоруссии, а в 1992 году репатриировался в Израиль Как и многие репатрианты, оказавшись на Святой Земле, он долгое время искал себя Казалось бы, чем заняться художнику в Израиле? Но Руслан не боялся тяжелой работы, а поэтому первое время трудился грузчиком Исколесив на грузовике почти всю страну Сам художник нисколько не жалеет об этом периоде своей жизни По его словам, перемещаясь по стране, он видел новые места Смотрел, как работают муниципальные службы над облагораживанием территорий Художник, живущий внутри Руслана, философски подходил ко всему увиденному Дорисовывая пейзажи уже в фантазиях и мыслях К скульптуре в Израиле Руслана, как здесь часто это бывает, привел случай Руслан выиграл муниципальный конкурс по оформлению детских садов, сам на то не рассчитывая Более того, он даже не планировал участвовать в этом конкурсе По его воспоминаниям, он просто спал после рабочей смены Когда его разбудила жена и сказала, что в соседнем доме проходит конкурс среди художников Руслан с просони отнес на конкурс свой альбом с макетами, который сделал еще в Минске И к его удивлению, жюри объявило его победителем Это был первый серьезный проект, реализацией которого от начала и до конца Руслан занимался лично Несмотря на полученное образование, его собственные проекты отличались такими технологиями, которые ему только предстояло изобрести А потому он работал одновременно создавая инструменты и способы реализации своих же идей Результат его работы можно охарактеризовать как триумф Руслан не только смог удивить заказчиков, но и заслужить искренний восторг главных потребителей своего проекта Детишек из садика Удивительные скульптуры, выполненные по авторской технологии Были отделаны керамикой, которая играла на солнечном свете всеми цветами радуги Работы вышли именно такими, какими и должны быть в данном случае Радостными, сочными и яркими После сверхудачного первого шага, Руслан смог открыть собственную мастерскую скульптуры ландшафтного дизайна В которую заказы потекли рекой На сегодняшний день услуги мастерской Руслана Сергеева можно назвать одними из самых дорогих в Израиле Но это совершенно не отпугивает заказчиков Напротив, они выстраиваются в очередь, терпеливо дожидаясь, когда у мастера появится для них свободное время Сам мастер характеризует свой стиль скульптур как биообъекты Действительно, во многих творениях Руслана угадываются черты живых существ Зверей, птиц, рыб, насекомых Но если бы это были просто статуи животных, это было бы не так интересно Привлекательность работ скульптора в нашем случае как раз в том, что схожие формы раскрашены фантастическими цветами керамики Основу для облицовки скульптур Руслан приобретает в магазинах отделочных материалов Стадии заготовки – это обычная кафельная плитка, которую мастер сам разбивает на нужные элементы, а затем использует при завершении образа скульптур Швы между плиткой затираются специальным устойчивым к внешней среде материалам, чтобы закрыть острые края керамики После конечной обработки работы становятся безопасными для детей Многие критики отмечают необычные умения Русланы видеть правильное сочетание цветов плитки еще до того, как скульптура будет закончена С этим фактом очень сложно не согласиться Приглядитесь к этим сочетаниям Удивительные, порой взаимоисключающие оттенки соседствуют рядом И не только не портят вид работы, но напротив делают ее уникальной по красоте и насыщенности Наибольшее количество работ Руслана сосредоточено в Иерусалиме С этим городом у скульптора после переезда в Израиль образовалась удивительная связь Руслан оказался очарованный Иерусалимом, а город очень благосклонно отнесся к художнику Только представьте себе, как сложно в Иерусалиме, который сам по себе является памятником истории и культуры Согласовать и установить скульптуру, пусть даже красивую, как ее может сделать Руслан Для обычного скульптора можно сказать, что это почти невозможное занятие Слишком много инстанций придется согласовывать И если на то не будет прямого интереса руководства города или страны То скорее всего проект так и не будет реализован Так вот Руслан смог сделать для Иерусалима 9 скульптур, которые стоят в разных точках города Это абсолютно уникальный случай, как тут не поверить в мистические связи мастера и древнего города Кроме Иерусалима скульптура Руслана представлена в разных городах Израиля, от Нагории до Элата Кроме единичных творений, мастерская Руслана поучаствовала в создании целых тематических парков Например, парка звуков, парка ощущений, парка науки и парка ангелов В каждом из них есть своя уникальная особенность Например, в парке звуков объекты расставлены так, что набегающий ветер создает звуки разной тональности и глубины А в парке ощущений солнце, отражаясь от зеркал, расположенных внутри скульптур, создает причудливые образы Несколько особняков стоит парк ангелов, который спроектирован так, чтобы дети с ограниченными физическими возможностями могли играть с обычными детьми Здесь есть специальные пандусы, которые позволяют заехать внутрь скульптурной инвалидной коляски В общем, студия Руслана Сергеева занимается уникальными проектами Хотя, наверное, по нашему рассказу вы это и так поняли Скульптуры в Нитании можно назвать одними из самых свежих идей Руслана До того, как и его чудесные произведения оказались в нашем городе, он уже успел смастерить десятки шедевров для других городов мира Как мы уже говорили, наибольшее их количество сосредоточено в Иерусалиме Однако многие скульптуры уезжают за рубеж в разные коллекции и муниципалитеты Так, например, его работы можно увидеть в России, США, Великобритании, Франции и Германии На нашей набережной изваяния начинаются примерно от парка Яд Либанин и продолжаются на юг Первой стоит большая скульптура, которую в народе называют китом Из-за некоторого сходства с этим животным, если смотреть на него с северной стороны Истинное же название этой скульптуры – Биг Уэйв – Большая Волна Ее размеры составляют 24 метра в длину, 4 в ширину и 3 в высоту По своей задумке, Большая Волна – это не просто скульптура, а еще и уютная скамейка, сидя на которой можно смотреть на море Чуть дальше на юг расположены сразу две скульптуры Одна из них называется Нью Вейв – Новая Волна, а другая – Старфиш – Морская Звезда Как и Большая Волна, Новая – это тоже скамейка, только направлена она в сторону противоположную от моря Сидя на ней, очень приятно любоваться морской звездой Звезда тоже может быть использована как скамья, но в отличие от волн она более необычная К тому же для своих форм она достаточно большая – 9 на 9 метров, а в высоту более 3 Двигаясь дальше на юг, мы встречаем еще одну скульптуру Она называется Коралл и представляет собой целую детскую площадку Ее размеры 24 на 7 и на 3 метра И, наконец, замыкает набережную скульптурной композиции Лайтхаус – Маяк Ее можно назвать самой высокой из тех, которые присутствуют на набережной, потому что в высоту она более 8 метров Кроме больших произведений, на набережной установлены более компактные скульптуры лавочки Их также можно отнести к стилю «Волны» Сегодня постоянно ведется подготовка территории для продолжения набережной на юг – к району Ир-Емим Здесь запланирована широкая дорожная развязка, а также продолжение пешеходной части, плавно переходящей в микрорайон с пляжем Удивительные творения Руслана Сергеева очень гармонично вписались в рельеф южной части набережной Нитании, которая пока является тупиковой Но мы уверены, что скоро, буквально через пару лет, набережная станет сквозной улицей И количество людей, которые смогут гулять и любоваться скульптурами, удвоится, а то и утроится Продолжение следует... Продолжение следует...